добрый день друзья сегодня предлагаю поговорить о таком опасном вредители как паутинный клещ на территории россии он распространен повсеместно особенно много его конечно в южных регионах потому что самая лучшая пора для того чтобы он начал вредить нашим растениям это сухая погода солнечная погода но концу сезона даже в наших регионах которые в этом году особенно вот у нас нижегородской области солнце мало все равно он появляется в теплицах потому что там теплее чем на улице и любая теплица в которой росли у вас когда-то баклажаны и огурцы всегда заселена паутиным клещом поэтому обработки нужно делать обязательно у меня теплиц в этом году 55 теплиц растут там и помидоры и баклажаны бахчевые даже я первый раз посадила весной я обработки не делала из-за того что у нас довольно таки влажно паутинный клещ у меня особо не атакуют растения и на своем участке я к сожалению а может быть к счастью не смогу показать его вредоносность но будем делать профилактические обработки вообще паутинный клещ он относится к паукообразным у него восемь лапок и многие инсектициды на него не действует потому что процесс дыхания он дышит всей своей поверхностью панциря и поэтому очень важно подобрать тот инсектицид который его убьет сроки ожидания у них тоже могут быть у химических инсектицидов очень большие огурцы мы собираем каждый день поэтому важно выбрать то что не повредит растению но убьет паутинного клеща я для себя в этом году выбрал такой препарат пойдемте в теплицу покажу и расскажу что это за препарат это моя 12 метровая теплица в которой в этом году я выращиваю огурцы и перцы огурцы у меня разные по названию здесь более десяти сортов я вот помню что есть миллионер хрустящий корнишон а дальше уже надо смотреть по записям кто там растет и огурцы я всегда выращиваю в течение лета несколько раз их сажая вот там на дальнем плане у меня первые самые огурцы которые выращены рассады посажены в июне пережили заморозки до минус 6 здесь вот для того чтобы получать осенний урожай они только вступают в фазу плодоношения в этом году у нас лето пока прохладное но август обещают жарким а в прошлом году лето было очень жаркое и вот в этой тепличке я столкнулась на паутином клеще с огурцами концу сезона поэтому в этом году уже сейчас я начинаю профилактические обработки биологическим препаратом м гумат антиклещ который не имеет сроков ожидания абсолютно безопасен и для растения и для нас с вами мы можем обработать препаратом сразу же сорвать огурчик помыть его и съесть давайте сделаем рабочий раствор препарата м гумат антиклещ и проведем профилактическую обработку огурцов дозировка у препарата 2 колпачка на 10 литров воды у меня опрыскиватель двухлитровый поэтому я наливаю всего пол колпачка вопрыскиватель обрабатывать я буду очень густо должно течь листьев то есть и с внешней с обратной стороны обработку мы повторяем обязательно профилактическую раз в неделю кстати м гумат антиклещ он помогает не только от паутиного клеща но еще также от вредителей которые живут в почве об этом я расскажу в нашем же сюжете немножко попозже состав препарата входит 5 полезных микроорганизмов которые действуют все вместе совместно мета резин а также гуматы 7 полезных микроэлементов и азот то есть этот препарат не только защищает наши растения от вредителей но он также их питает а так как он биологический то перекормить им нельзя для профилактики раз в неделю а если уже клещ поселился на ваших огурчиках то опрыскивать нужно каждый день в течение семи дней зачем вы скажете так часто да это для того чтобы у нас поселилась на листьях необходимое количество микроорганизмов которые как раз и будут бороться с этим клещом огурцы я заканчиваю обрабатывать обязательно делайте обработки в пасмурную погоду или вечером когда солнышко уже садится чтобы не было ожогов на листьях для профилактики я обязательно еще пройдусь и по перчиком потому что они растут вместе антиклещ это не только защита от клеща ну и дополнительная подкормка в августе месяце самое время обновить посадки клубники у меня вот здесь вот целый ящик укорененных усов клубнички и скоро я буду их высаживать на новую грядку обязательно замочу корневую систему в эмгу-мате антиклеще потому что он ведь борется также с вредителями почвенными это проволочник медведка и хрущ хрущ может вообще уничтожить вашу клубничную плантацию буквально за один месяц у нас у соседей кстати так было погибло более 300 кустов поэтому развожу точно так же два колпачка на 10 литров и один-два часа буду выдерживать свои усы клубнички после этого посажу за счет того что здесь есть гуматы клубника не только будет защищена от вредителей но она нарастит мощную корневую систему до осени кустики сформируют хорошие розетки и уже в следующем году порадует меня урожаем вкусной клубники за счет гуматов ягода становится слаще что ребята обработала я и перцы и огурчики и усы клубники замочила в эмгу-мате советую вам рекомендую пользуйтесь этим новейшим препаратом выращивайте здоровый вкусный экологически чистый урожай на ваш участках до новых встреч